Амелотекс – нестероидный противоспалительный препарат, обладает противоспалительным, жаропонижающим, анальгетическим действием. Показания. Препарат Амелотекс применяется для лечения следующих заболеваний. Остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерева, воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом. Способ применения и дозы. Препараты Амелотекс принимают внутрь, во время еды, один раз в день. Рекомендуемый режим дозирования. Для лечения ревматоидного артрита – 15 мг в сутки. В зависимости от лечебного эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг в сутки. Для лечения остеоартроза – 7,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 15 мг в сутки. Анкилозирующий спондилоартрит – 15 мг в сутки. Максимальная суточная доза Амелотекса не должна превышать 15 мг. У пациентов с повышенным риском развития побочных эффектов, а также у пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки. Противопоказания. Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам. Противопоказан в период проведения аортокоронадного шунтирования. Некомпенсированная сердечная недостаточность. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестеродных противовоспалительных средств, в том числе в анамнезе. Эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки. Активное желудочно-кишечное кровотечение. Воспалительные заболевания кишечника. Неспецифический язвенный колит. Болезнь крона. Церебровоскулярное кровотечение или иные кровотечения. Выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени. Выраженная почечная недостаточность у больных, не подвергающихся диализу. Прогрессирующие заболевания почек, в том числе подтвержденная гиперкалиемия. Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 15 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. Амилотекс противопоказан детям в возрасте до 15 лет. При беременности и кормлении грудью. Особые указания. При возникновении пептических язв или желудочно-кишечного кровотечения, развитие побочных эффектов со стороны кожи и слизистых оболочек, препарат следует отменить. У больных с уменьшением объема циркулирующей крови и снижением клубочковой фильтрации, дегидратация, хроническая сердечная недостаточность, хирургические операции, возможно появление клинически выраженной хронической почечной недостаточности, которая полностью обратима после отмены препарата. У таких пациентов в начале лечения следует мониторировать суточный диурез и функцию почек. При стойком и существенном повышении трансаминаз и изменении других показателей функции печени, препарат следует отменить и провести контрольные тесты. У больных с повышенным риском побочных эффектов лечение следует начинать с дозы 7,5 мг. В терминальной стадии хронической почечной недостаточности у пациентов, находящихся на диализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций при появлении головокружений и сонливости. Побочные действия. Покушечное кровотечение. Скрытое или явное. Гепатит. Со стороны нервной системы. Головокружение. Вертига. Головная боль. Шум в ушах. Спутанность сознания. Сонливость. Дезориентация. Эмоциональная лоббильность. Со стороны дыхательной системы. Бронхосфазм. Со стороны органов кровотворения. Анемия. Ликопения. Тромбоцитопения. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Периферические отеки. Повышение артериального давления. Приливы крови, кожи лица и верхней части грудной клетки. Сердцебиение. Со стороны мочеводелительной системы. Отеки. Повышение концентрации мочевины в сыворотке крови. В редких случаях острая печеночная недостаточность. Интерстициальный нефрит. Альбуминурия. Гематурия. Со стороны органов чувств. Конъюнктивит. Нарушение зрения, в том числе нечеткость зрения. Со стороны кожных покровов. Зуд. Кожная сыпь. Крапивница. Фотосенсибилизация. Булезные высыпания. Мультиформная эритема. Токсический эпидермальный некролиз. Аллергические реакции. Ангионевротический отек. Анафилактоидные анафилактические реакции. Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте. При температуре от 8 до 25 градусов. Не хранить в холодильнике.